Здравствуйте, меня зовут Ярослав, я проживаю в городе Санкт-Петербург и нахожусь под психотронной обработкой 4 года. Я хочу рассказать, как это все началось. Было лето 2009-2010 год, я уже точно не помню. Я играл за компьютером, перед этим выпил пару банок энергетика, чтобы ночью спать. И под утро начал слышать голоса в голове. Но я тогда не понимал, что они в голове. Я думал, что это трещат с улицы мои друзья, которые любят выпить. Думал, что это просто шутки, прикалываются. Вот они поначалу говорили, открой дверь, мы сейчас зайдем, мне далеко ехать, мы бы тебя посидим. Я почему-то сразу резко очень сильно испугался и подошел в дверь и держал замок, чтобы они не могли открыть дверь. Хотя даже тогда у меня мыслей не было, что они мои друзья и мне ничего не угрожает. Но страх почему-то появился очень сильный. Потом где-то спустя три часа мне уже начали говорить, если ты не откроешь дверь, мы тебя убьем. Как к этому я уже отошел от двери. Почему-то еще я очень боялся посмотреть в глазок. Может быть, если бы я посмотрел в глазок, я бы никого там не увидел, либо друзей. Думаю, я бы успокоился раньше. Вот так вот они начали мне говорить, если ты не откроешь дверь, мы тебя убьем. И я пытался игнорировать это все и играл за компьютером. Потом вдруг я подумал, откуда это может, откуда я их слышу, если я закрыл все окна на кухне, помните. Потом я пошел в ванну. В ванне я также отчетливо их слышал. Потом я подумал, что может быть это сверху, и я услышал голос, он все понял. В то же время я писал друзьям, типа, что происходит в ВКонтакте. Хотя они были все онлайн, причем онлайн были с домашних компьютеров. И я тогда тоже не подумал, как они могут быть онлайн с компьютеров, если они рядом с моим домом. Потом я продолжал слышать эти голоса. Мне сказали, что мы убьем твою мать, если ты не выйдешь. Я психанул, взял ножик, пошел к лифтам. Стоял, ждал, пока они спустятся или поднимутся. Пока я стоял, ждал, обсуждали мои действия, что я делал. Они говорили, что мы сейчас спустимся, а он уйдет, испугается, он трус. Вот, и была девушка еще, там было три голоса, два мужских и одна девушка. Девушка говорила, что слава мужик, он молодец, что так делаешь. Вот, мужские голоса говорили, зачем ты говоришь, что он хороший, он плохой. Вот, где-то я простоял часа три-четыре, ждал их. Они сказали потом, что если я буду без ножа, то они спустятся. Я зашел домой, положил ножик, вышел уже без ножа, стоял, ждал их еще часа три. То есть, практически целый день я стоял у лифтов, курил, очень много курил почему-то. Я не мог накуриться. И ждал, пока спустятся, чтобы разобраться с ними. Но никто не спустился. Я уже устал, очень сильно хотелось спать. Пришел домой, лег на диван, включил телевизор и пытался уснуть, но уснуть у меня не получилось. Я как только закрывал глаза, начинал засыпать, сразу чувствовал удар в грудь и нервное бодрствование. То есть, не просто когда ты не ходишь спать, а не ходишь спать на нервной почве, когда ты не можешь уснуть, тебя трясет. Они еще начали говорить, что камеру никогда не найдет. Я еще подумал, что может меня просто снимать на камеру и через микрофон говорят. Я часов в 11 ночи уже на следующий день не спал сутки. Начал разбирать всю комнату, чтобы найти камеру. Ничего не нашел. Мне сказали, что камера в телевизоре. Но телевизор я разбирать не стал. Я подумал, что это бред. Но где-то только я смог уснуть на следующий день вечером, когда они мне сказали, пусть он поспит. Вот уснул. За это время я ничего не ел, потому что есть не хотелось, аппетита вообще не было. На следующий день я проснулся, сделал себе яичницу, попытался поесть, меня вырвало. Голоса опять начали обсуждать меня. Но я сначала никак не реагировал, но просто проговаривал то, что они мне говорят в голове. Обычная реакция, когда говоришь с человеком, ты прокручиваешь то, что он себе говорит, тебе говорит, чтобы понимать, о чем он говорит. Ну, чтобы воспринимать его речь. Вот. То есть я поначалу не мог обращать на этот шум, как будто шум города. То есть не обращать на него внимания. Вот я голос говорил, один голос говорил, да он не слышит, ничего, не реагирует. Второй голос говорил, да он все слышит, он повторяет за нами. Вот. И так продолжалось четыре дня. За четыре дня я поспал на минуту часов семь только максимум. Поел я два раза. Мне было плохо, я был постоянно нервный. Пытался отлично на телевизор, но это надолго меня не хватало. Я опять прислушивался. Друзья, друзья мне писали, что с тобой происходит. Типа, что ты пишешь на ВКонтакте, это бред. Мы сидим дома. Но я очень сильно, очень долго не верил. Потому что это не друзья. Вот, очень долго верил, что это мои друзья, которые поставили мне камеры ради прикола, ради шутки. Которые наблюдают за мной. Я потом на пятый день перенес компьютер на кухню, сидел на кухне. И некоторое время их не слышал. Потом они посмеялись, сказали, он думает, что у него камеры. В комнате, поэтому он перенес компьютер. Он думает, он от нас скроется. И я решил тогда уехать к сестре. Так как она жила неподалеку. Оделся, восходил к ней. И голоса пропали опять. Часа на три. Я был постоянно нервный. Взял сигарету у сестры уже. И покурил в окно. И опять услышал голоса. Это где-то примерно часа через три случилось, как я пришел к сестре. Вот. И они мне сказали, ты от нас никуда не скроешься. Вот. Мы убьем тебя. Мы убьем твою мать, убьем всю твою семью. Я тогда еще в голове подумал про себя. Блин, может это телепаты. И голос сказал, да, наконец-то ты это понял. Ну, три дня, когда я был у сестры, меня постоянно трясло. Я думал, у меня кровь из ушей идет. Я просто лежал, смазал в потолок. Был очень потный постоянно, потел. Руки тряслись. И мне они говорили, сестра живет на втором этаже. И они говорили, что мы сейчас возьмем стремянку, залезем на балкон, убьемся твоей семью. Лучше убей сам себя, пожалей маленького ребенка. И тогда я решил уехать в Москву, чтобы покончить жизнь самоубийством. У меня вот был в таком состоянии, на грани уже. У меня было на тот момент немного денег. Я собрал их все. Здесь ты еще. Здесь купил билеты в тот же день. И уехал в Москву. Я очень стал сильно пить, чтобы напиться ее с новой. Чтобы не слышать их. Но алкогольного пьянения ко мне не приходило, сколько бы я бы не выпил. То есть тело меня уже не слушалось, но голова была чистая. Я приехал в Москву. Два дня ходил по Арбату. Просто тупо постоянно пил пиво. Я мог выпить где-то по 15-20 литров в день пива. И был, можно сказать, трезвый. Голова, то есть, была трезвая. Когда у меня осталось полторы тысячи, я уже думал прыгнуть под поезд. Они сказали, все, он сделает за нас всю работу. И я тогда подумал, может быть, не стоит так глупо уходить из жизни. Попробую что-то доказать. Попробую собраться в этом. Я на последний день купил билет обратно в Питер. И меня начали опять чем-то облучать. Опять я стал очень нервный, намного нервничай, чем был до этого. Мне сказали, если я приеду в Питер, мы тебя убьем. Это все. Это уже приговор. Я еще им говорил, зачем вы это все делаете? Может, я извинюсь, договоримся. Они мне говорили, нам не нужны твои извинения, нам нужна твоя голова. Лучше прыгнуть сам под поезд. Но я хочу сказать, что покойчивость с собой в жизни, это очень страшно. Это намного страшнее, чем, например, когда ты думаешь, что это просто прыгнуть с балкона, прыгнуть под поезд. Чтобы все кончилось. Но срабатывание всех самосохранений, это очень страшно. Как вы попали в больницу? Спустя полтора года после слушания голосов я не пил таблетки, я ничего не употреблял. На тот момент я уже находился на учете в ПНД, так как у меня в детстве было подозрение на гидроцефалию мозга, которая не оправдалась потом, через два года, когда делали повторную проверку. Я позвонил своему психиатру, к которому я не ходил лет пять назад, лет пять подряд вообще не ходил, я забыл, что я там со своими учетами. Мне пришло внимание, жил нормальной жизнью, сказал мне голоса, и мне предложили лечь в больницу. Я тогда подумал, что это единственный нормальный вариант на тот момент, чтобы это все прекратить. Тем более мне врач сказал, что голоса уйдут, если будешь пить таблетки, что меня там посмотрят. Первый раз я попал на отделение к врачу-женщине, которая мне приписала голопередол. Он помог. На третий день у меня пропали голоса, но от него состояние очень жуткое. Это был постоянно вялый, нервный. Ты ничего не хочешь, ты лежишь на кровати, думаешь лишь бы о том, как поспать, но поспать ты не можешь, просто уснуть. У тебя грандиозная неусидчивость. Тем более это все присутствует с тем, что в больнице, в психиатрии делать нечего. Там один телевизор на 60 человек, который, если работает, это уже хорошо. И там постоянно показывают новости почему-то. Я отлежал месяц в больнице на голопередоле, выписался. Таблетки сразу же перестал пить, мне стало чуть-чуть полегче. Но на четвертый день опять появились голоса. И я снова вызвал скорую, я опять уехал в больницу. Опять голопередол. Опять. Плохое состояние. От голопередола, я не знаю, как вам объяснить, состояние примерно похоже на то, когда меня начали облучать поначалу. Тоже нервозность в этой очень-очень плохое состояние. Опять я отлежал месяц в больнице, опять голопередол. Опять я вышел, опять я перестал его пить. Я обращался к подруге сестры, у которой муж работает. Сейчас скажу, вспомню. У Беппи, она там на верхушке какой-то, я точно не помню. Что вам сказать? Я вот поговорил с ней, я ее тоже очень хорошо знаю. Поговорил, объяснил ей ситуацию. Она сказала, что в принципе людей можно найти, но нужно было их видеть, чтобы ты мог показать на этого человека, когда его найду. Чтобы хотя бы хоть какую-то информацию нужно наказать. Но когда я сказал, что я слышу голоса, я сначала сказал, что меня просто преследуют и хотят убить. А потом, когда я сказал, что я слышу это все заголовенно, я сказал, что ложись в больницу лучше, потому что это психоз. Это не по-настоящему все. Понятно. А что у вас с головой после четырех лет? Мыслительные процессы, память, что происходит? Вот. Хуже все стало? После четырех лет обработки, у меня память очень плохая стала, очень плохая. Я иногда не помню, что было вчера, позавчера. Если честно, они с вами разговаривают? В данный момент у меня четыре дня уже я не слышу голосов, меня не облучают. Это случилось после того, как я первый раз ездил записывать видео. Но видео записать не дали, потому что испортили звук. И пока от меня отстали. Субтитры сделал DimaTorzok